Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале! Поздравляю вас всех с сегодняшним праздником! Это Крещение Господне! Именно в этот день Иоанн Креститель, или Претеча Иисуса Христа, крестил его в воде, в реке Иордан. Вот прежде всего хочу напомнить вам о том, что нужно обязательно сегодня по традиции набрать крещенской воды, поскольку она имеет особую структуру, и она обладает лечебными свойствами в течение всего года, но мне бы хотелось, чтобы вы сделали это в банках стеклянных, поскольку полиэтилен выделяет токсичные вещества, и эта вода будет не полезной, а наоборот даже опасной для вашего здоровья, поэтому постарайтесь перелить все это в стеклопосуду. Итак, что такое крещение водой, и зачем осуществлял его Претеча Иисуса Иоанн Креститель? Ну вот Иоанн Креститель, это был тот Илья, который ожидал весь народ, который должен был появиться в преддверии Иисуса Христа, и он проповедовал и крестил в покаянии, в покаянии водой. Вы знаете, в воде, в принципе, омовение осуществляли еще и язычники до Иоанна Крестителя, эта процедура также происходила в воде, но вот в христианстве это стало традицией после крещения Иисуса, но в принципе я считаю, что вот это вот крещение в воде, оно не столь актуально, поскольку уже Иисус Христос приходил и крестил Духом Святым, поскольку это уже более высшая ступень, и верующие люди должны осознавать, что это уже путь к духовному совершенству, а не просто покаяния в грехах, поскольку крещение в воде, это есть просто покаяние в грехах, и сам Иоанн об этом говорит, это у нас глава 3, святое благовествование от Матвея, стих 11, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым. Что такое покаяться? Покаяться это значит признать свои грехи, принять эти грехи и прийти к решению больше их никогда не совершать, не совершать те беззакония, которые были совершены вами ранее, то есть перейти на новый духовный уровень, перейти к праведности, перейти к жизни по заповеди, и я думаю, что все это вот осуществимо, и человек каждый, проходя вот эту вот процедуру крещения в воде, должен понимать, что следующее крещение – это крещение Духом Святым. Это крещение в первую очередь через Слово Бога, через Бога духовенные тексты, которые у нас есть. Это стремление уже к новому уровню совершенства, поскольку мы знаем, что вот то, к чему мы стремимся – это вечная жизнь, это жизнь в нетленном теле, и это возможно только благодаря праведности. Итак, для чего пришел Иоанн Креститель? Не только для того, чтобы крестить людей в покаянии, с одной стороны, это была одна из его миссий, одна сторона медали, но с другой стороны, он пришел, чтобы найти среди народа Иисуса, поскольку Иисус должен был быть объявлен миссией. И вот то, что произошло в момент крещения, описываю тексты Евангелия, сейчас вам их зачитаю. Итак, «И крестившись» – это 16 и 17 стих – «И Иисус тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел он Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз небес, глаголющийся, Сын есть мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Причем, вот посмотрите, перед тем, как крестился Иисус, между Иоанном и Иисусом происходит интересный диалог. «Тогда приходил Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо бы накреститься от тебя, и ты приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда он допускает его к этому крещению. Дело в том, что ведь крестил Иисус, а не Иоанн, крестил сам Господь Бог, и вот в момент снисхождения на него Духа Святого, Иисус обрел благодать, обрел силу, при помощи которой мог исцелять людей, мог проповедовать на всевозможных языках. И он мог передавать этот дар своим ученикам, это очень важно. И обратите внимание на ту деталь, что в тот момент, когда произошло снисхождение Духа с небес, раздался голос, и это подтверждают другие тексты Евангелия, в том числе Евангелие от Марка. Это очень важно. То есть в этот момент действительно люди слышали голос Господа Бога. Так, теперь зачитываю вам благовествование от Марка. Ну, вы поняли, что, конечно, вот крещение в воде происходило в теплой реке Ордан на территории Израиля. Конечно, россияне довольствуются ледяной прорубью, ледяными водоемами, но, тем не менее, всем эта процедура нравится. Но вы должны понимать, что следующая процедура более важна для вас, поскольку крещение в воде – это только начальный этап. Итак, зачитываю теперь благовествование от Марка. Это у нас глава 1, стих 4, 3, зачитаю 6, 7, 8, 10 и 11. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Но я думаю, что вы поняли, что крещение в покаянии – это принятие своих грехов, осознание и стремление их больше никогда не повторять. Естественно, грехи во время такой процедуры они прощаются. Очень зависит от того, как происходит вот этот процесс покаяния. Насколько нелицемерно, а насколько это искренне происходит. «И выходили к нему вся страна иудейская, Иерусамлиляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». То есть они признавались в этих грехах, они говорили об этих грехах, они проговаривали их. «Иоанн же носил одежду из веблюжьего волоса и пояс кожаный на числа своих, и ел акриды, и дикий мед, и проповедовал, говоря, Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанна, разверзавшегося небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. «Ты, Сын мой возлюбленный, в который мое благоволение». Обратите внимание, в том и в другом тексте говорится, что после этой процедуры, после процедуры крещения Иисуса, он уходит в пустыню. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже уходили после крещения водой в такую пустыню. Это пустыня уединения, это пустыня вашего внутреннего совершенствования через богодуховенные тексты в первую очередь, через те заповеди, которые нам оставлены пророками, через пророков от нашего Создателя. И мне бы хотелось, чтобы вы вот это вот все осознали, приняли, покаялись в грехах и никогда больше их не повторяли, поскольку все мы все-таки стремимся к нетленности бытия. Всего вам доброго, до следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok